Продолжение следует... Тогда вперед! А вы верите в легенды? А если я вам скажу, что они могут быть реальностью? Эта история вызовет мурашки даже у самых заядлых скептиков. И сегодня вы ее узнаете. Павел Стефан Сапега, которому принадлежала местечка Гольша на 17-м столетии, решил построить костел и монастырь. Строителям за короткие сроки, если они построят, это здание предложил неимоверно хорошее вознаграждение. Стройка действительно шла очень быстро, но одна из стен довольно быстро рухнула. Когда возвели строители ее заново, она пошла трещиной и обрушилась снова. Сапега тогда пригрозил рабочим, что оставит их без оплаты. И, к сожалению, эти строители пришли к решению, что нужно принести жертву. Решение было непростым. Они решили, чья жена принесет первое обед. Ее и замуруют в стене данного костела заживо. Обед принесла самая молодая жена и стала тем самым решающим звеном в строительстве этого костела. После того, как они ее замуровали, стена больше не трескалась и не рушилась. Это просто легенда, скажете вы, но нет. В конце 20-го столетия, во время реконструкции и раскопок в этом монастыре, нашли скелет человека. После экспертизы оказалось, что это скелет молодой девушки. А на кирпичах, которые закрывали данный скелет, были следы от когтей. Закопать останки было решено двум строителям на местном кладбище. Но, к сожалению, вскоре после ее захоронения останков, эти строители погибли. И место ее захоронения до сих пор в тайне. С тех пор те, кто бывают в монастыре, слышат шаги, слышат вздохи, а порой даже и видят силуэт белой дамы. Всем привет, друзья! Привет! Вы на канале ОТИС. Я Алена, это Марта. И мы сегодня продолжаем снимать уникальный мистический контент из белорусской деревни Гальшаны. Или это городской поселок? Я думаю, что это городской поселок, но охвачен он определенными мистическими историями. Историю первую с этого места вы можете смотреть в предыдущем видео. Ссылочка сейчас будет сверху. Переходите, и мы рекомендуем начать именно с него просмотр контента, именно по данной локации. А сейчас мы приехали во вторую локацию в этом месте. Это куда? Это костел, который был построен, грубо говоря, на костях молодой девочки. Легенду мы прикладывали уже, ну, вкратце. Надеюсь, что нам удастся заснять эту самую стену, в которой она была замурована. По одной простой причине, что после нахождения ее костей эта стена начала дальше обрушаться. И если сейчас там не реконструировали и не замазали, как-то ее мы сможем найти. Самое страшное то, что, конечно, и известный факт, что люди, которые перезахоронили ее кости, когда нашли, они умерли в кратчайшие сроки. И могилу этой девочки до сих пор неизвестно где. Посмотрим, удастся ли нам с ней связаться, ребята. Мы решили пойти на такой серьезный, мне кажется, шаг. Потому что девочка ушла из жизни не по своей воле. Но не любит она мужчину. По легенде она, именно мужчин, пугает, как-то делает им какие-то там эти неблагополучия. Забирает их жизни. Да, в жизнь, забирает жизни. Вот, женщинам такого негатива нет. С ее стороны, да, по легендам. Но мы, наверное, пройдем какой-то определенный эксперимент. Постараемся связаться с ней и узнать, действительно ли эта история такая, как нам гласит интернет. И вообще пообщаться с этим духом. Потому что очень загадочная история, очень мистическая, очень страшная, до мурашек. Хотя место, на самом деле, просто в центре населенного пункта. И не вызывает, на первый взгляд, никаких прям страшных, да, каких-то ассоциаций восприятий. Поэтому вперед, отправляемся туда и посмотрим, что из этого получится. Поехали. Я никогда не видела у нас в Беларуси бездомных котов. Ребята, это просто нонсенс. Ну, мне кажется, мы сейчас выйдем. И вон идет. Пусть это видно или нет. Я высвечу видео. Ребят, там нас сопровождал черный кот. Мы приехали туда, где была девочка замурована. И нас сопровождает Белый кот. А на нее говорят Белая панна. Ну, она того черный монаха. Ну, как? Как? Как это? Там стояла белая и черная фигура. Может, это тоже? Отсылка. Отсылка к легенде. И там нас сопровождал черный кот, где был Белый. Пришел к нам. Сразу же тоже к машине. Афигеть просто. Город глухой. Несмотря на то, что уже около полуночи, ребята, ни души. Только одна. Там две машины. Одни кошки. Там в пару минут проезжают. Вообще пустые. Нигде не света. Вот даже мы приехали, ребят. Закончился закат. Мы приехали. И реально ни души в городе. Такое чувство, что вот после там 8-9 вечера полностью город засыпает. О, можно зайти в души? Серьезно? Открыты ворота. Блин, что? Ребят, мы можем зайти. Открыты ворота. Нигде никаких табличек, как сказать, запрещающих вход в это место. Здесь сразу бумага, конечно. Но я думаю, что никто ничего не скажет. На самом деле, очень стремно. Заходите, вверх. Очень стремно. Заходите. Заходите. Очень стремно. Здесь Иисус. Что за звуки? Что за звуки? Что за звуки? Почему мне так стремно? Я хочу заснять. У меня грудь идет и синий. Ребят, вот вход. Мы из него тут рядом. И что? Это, походу, по самой стране. Там леса? Да. Ты не видишь там ребятки? Мы потом снимем на ночное видение. Это, походу, по самой стране. Сразу облепили мошки. Вот крест стоит. И вот здесь вот, как, наверное, часть монастыря. Тоже крест. Пойдем, ребятки, обойдем вокруг. Какие-то звуки постоянно. Я перестала. Я не знаю. Я не знаю. Пасипеды. А, нет. Оказалось. Смотри, пожалуйста, под ноги. Тут какие-то раскопки. Кресты стоят. Ну вот. Ребятки, то, что мы идем и видим сдалека, вы сейчас видите на основном экране. Честно, у меня прямо это... Пробежал, ушпивал мурашек в этот момент, потому что я не ожидала идти. Костюм очень огромный. Кресты. И камера не фокусируется. Камера, фокусируйся, пожалуйста. Затем начался. Боже мой, как страшно. Здравствуйте. Извините, что мы вас потревожили. Вот, пошли с миром, просто. Тьфу, ты, это салофан. Что? Это салофан тут звуки издает. Звуки много, пожалуйста, с вами было. Вот, странно. У меня просто холод по всему телу. Я думаю, что здесь просто задний двор. Где та самая стена? Она там, где лиса, я думаю. Пойдемте, пожалуйста. Пойдемте, пожалуйста. Еще не в костюм. У нас, ребятки, с камеры ночного видения заканчивается память. Поэтому мы заснимем всего ничего. Эксперимент, скорее всего, если мы будем проводить... Боже, ну сколько мошек. Будем проводить с обычной камерой. С обычной камерой, да. Но сейчас мы вам еще заснимем основной вид этого костела. И попробуем посмотреть на именно ту стену, которая обрушалась. Фу, коты, фигуще, виден кот. Кот, иди сюда. Блин, неспокойно ничего. Вот тут вот, блин, мушки. Тут, ребятки, вот это вот. Коты нас сегодня преследуют. Я никогда не видела столько бездомных котов. Вот здесь вот, ребят, плохо видно лиса. И вот это вот именно стена. Походу, она не обрушивается. Камера вообще не хочет фокусироваться. Вот это вот все, ребятки, продолжение этого костела. Вот. И мне почему-то кажется, что именно та стена с лесами, это она и есть. Я думаю, в интернете есть. Фото, да, будет, я думаю. Там такие заводы в окне. В этом этаже в окне, как в пивоварной. Там заводы, вот пройди, направь. Видишь? А, в окне. В окне, да? Угу. Может, мы увидим сейчас с вами, ребят, призрак белой. Паны. За окно. Смотрите внимательно. Вот стена, смотри, трескается стена. Вот, кстати, может ли нет. Вот эта часть. Ну, ты еще, наверное, нет, там другая стена была. Она была прям на всю. Здесь, смотри, вообще можно залезть, как будто бы. Там ничего не будет. Ребят, у нас реально слышатся какие-то звуки, шорохи. А, Лёня, послушала шорохи. Страшно. Сложное место очень. Да. Мы можем, в принципе, так и пройти. Кот сидит вон черный. Боже мой. Это стрёмненько. Ребятушки, мы нашли место, где мы проведем эксперимент с карандашами, чтобы не привлекать силе внимания людей. В уголочке, но тем не менее, это все здание этого костела. Он огромный. Тут костел вместе с монастырем, поэтому мы пока его обошли. Жесть, собаки. Это камера или это освещение? Ну, на самом деле, ребятки, мы не то, чтобы прям боимся камер, мы ничего противозаконного не делаем, но тем не менее. Тем не менее, кто-то приехал. Тем не менее, кто-то не хочет. Там в дом, который мы видим. Может, мы видим? А? Тихо, никто не хочет. Коты вокруг нас, смотри, нас откупили коты от ребятки Целая куча мошек. Желтая луна. Ребята, она за костелом. Что-то за здание, да? Посмотрим. Посмотрите, деваху, ребят. И вон мальчик, скорее всего, такой же. По одному заказу делали. Это детская школа искусств. Такой, такой. Мальчик такой тоже, с трубкой, да. Мальчик такой же. Вот, ребят, костел. Вот эта вот стена, возле которой мы будем проводить эксперимент. Вот, вот там вот где-то. В уголке. В уголке, возле шлагбаума. Слушайте, извините. Ну что, ребята, наконец мы подготовились к эксперименту с карандашами. Попробуем вызвать дух этого места и посмотрим, что из этого получится. Места приди. Сразу же не позвали ребят еще. Может белую пану? Белая пану. Ой. Белая пану, приди. Белая пану, приди. Белая пану, приди. Ты здесь? Ты белая пану? Да. Спасибо, что ты отозвалась на наш зов. Спасибо, что ты пришла. Огромное спасибо. Спасибо. Можно с тобой пообщаться, задать тебе пару вопросов? Мы пришли с добрыми намерениями лишь узнать всю правду. Ты не хочешь об этом говорить? Да нет. Давай мы расскажем немного о себе, с тобой поближе познакомимся. Здравствуйте. Меня зовут Алена. Рядом со мной Марта. Мы подруги. Нас... Почему не идут мурашки? Нам... Мы проникли с твоей историей жизни и, к сожалению, твоей смерти. И хотели бы немного поговорить с тобой об этом, если ты сможешь, нам разрешишь. Ты нам разрешишь? Да. Спасибо. Спасибо большое. Мы хотели бы сразу тебе сказать, что мы обязательно тебя отблагодарим за ответы. Мы всегда... Оставляем угощение. Да. Знак благодарности, знак памяти. Спасибо большое. Подскажи, пожалуйста, та легенда, которая связана с этим костелом, это правда? Сначала шли в палочке, но да нет. Ты подумала про что-то другое? Я просто формулировала вопрос. Давай еще раз спросим. Легенда, связанная с данным костелом, это правда? Да. Мне очень жаль, что твоя судьба сложилась так глупо, так трагично, так страшно. Мы очень тебе соболезнули. Переживаем очень. Переживаем и сочувствуем. Это очень страшная история, которая до нынешних времен трогает многих. Белая панна, подскажи, пожалуйста, ты была юная, тебе было до 30 лет, когда это произошло? В общем, кажется, ей было до 20 лет. Самая молоденькая была. Тебе было до 20 лет? Какая-то маленькая была еще совсем. Подскажи, пожалуйста, тебя насильно? Тебя держали? Да нет. Тебе сказали, мужчины эти, строители, о том, что они собираются сделать? Твой парень, муж на тот момент, он был противником. Он сопротивлялся этому? Или он? Он сопротивлялся этому? То есть, он никак не причастен к этому ужасному? Ребят, животные разволновались. Очень сильно. При чем? Поднялся ветер. Начали даже листья калашиться по земле. Это очень жуткая история. Скажи, пожалуйста, ты умерла сразу? Есть теория, что остались следы на кирпичах с внутренней стороны от твоих ногтей. Это правда? Ты пыталась, ты пыталась... То есть, ты умерла сразу, как тебя замуровали, да? Я пыталась выбраться в этот момент. Подскажи, пожалуйста, ты от того, что тебе не хватало воздуха? Такое чувство, что сейчас маякнул свет. Забыла или мне показалось? Если это было, это будет видно на камере. А мы стоим где-то близко, около этой стены. Это та стена, где сейчас стоят строительные леса? Строительные леса? Она, может, не знает. То есть, та часть уже была? То есть, ее тогда уже построили, ту большую часть? Да, почти весь костел построили, одна стена все время обрушалась. Ну, как это говорится в истории, это так? А ты до сих пор появляешься в стенах этого монастыря и костела? Да, одна палочка с ним съезжает. Ты ненавидишь мужчин? Твой дух привязан к этому месту навсегда? Может быть, ты перерождалась? Здесь? Да. То есть, частичка твоей души осталась здесь, да? Почему они съезжают все на крыльях? У меня трясутся руки, ребята. От холода, от страха. Я не знаю, от чего. Ну, просто здесь идет очень сильный импульс, на самом деле. Поэтому они съезжают. То есть, здесь невозможно как магнит держать эти палочки. Сезжает камера. А ты можешь нам сейчас дать какой-нибудь знак, что ты рядом? Ты слышала? Я слышала. Или чих, или вздох, да? Или стон. Это была ты сейчас? Я просто безостановочно. Так, подскажи, пожалуйста, есть теория, что когда нашли твои кости, те мужчины, которые тебя захоронили на кладбище, они погибли в течение короткого срока. Это правда. А ты как-то причастна к их уходу из жизни? Да. То есть, ты не хотела, чтобы тебя захоронили, оставили в стенах этого монастыря? Да. Да. Как будто здание вокруг трещот по швам, ребята. Я не знаю, как это описать. Все, щелкают вокруг. Летают летучие мыши вон стаяны, заленые, она этого не видит. Просто животные, просто энергетика, ребята. Страшно, на самом деле, мурашки не покидает. Я стою, вот у меня ноги как будто прилипли к земле. Очень тяжелые ноги стали. Подскажи, пожалуйста, твои останки сейчас на местном кладбище? Подскажи, пожалуйста, ты не будешь против, если мы покажем и расскажем твою историю нашим зрителям. Спасибо тебе большое. Есть вопросы какие-нибудь? Ну, в принципе, ребята, мы вроде бы все спросили. То есть, это действительно так. Давай попрощаемся. Белая Пана, огромное тебе спасибо. Это невероятная честь с тобой была поговорить. Надеемся, что мы тебя... У меня просто как-то по нами мурашки. Надеемся, что тебе было с нами приятно пообщаться. Спасибо тебе. И мы будем... Белорусы никогда не забудут эту ужасную историю. И мы будем чтить твою память. Спасибо тебе огромное, что ты с нами пообщалась. Спасибо и до свидания. Приклеились. Да. Вы последняя, да? Ребята, как приклеились карандаши на самом деле. Ребята, ощущения жуткие на самом деле. Просто холод по коже ходит. Ну, сверху вниз и снизу вверх обдает просто холодом. Начинает крутить живот. Начинает болеть голова. Я не знаю, как это все описать. Ощущение супер странное. Ну, я уже сказала, что у меня мурашки шли просто по голове. И вы знаете, когда... Вы можете верить в этот эксперимент. Можете не верить. Но когда ты прикасаешься к общению с духом, ты одновременно веришь в это и не веришь. У тебя очень много сомнений в голове. Но когда ты получаешь четкие ответы, просто невозможно не поверить. Я думаю, что это один из самых сложных разговоров за последние два года, что мы снимаем, ребята. Последний раз я такие эмоции испытывала, когда мы общались с Едвигой в Лошадском парке. Это один из наших самых первых роликов. Не прибляйте ссылочку. Потому что мы там тоже общались с умершей девочкой. И, конечно, вот эта вот женская солидарность, вот эта бессмысленная смерть, из-за чего... Ну, хорошо, вы верите в жертвоприношения, но возьмите там, я не знаю, барана, курицу, кого угодно. Зачем было лишать жизни это невинное, это молодое... Какие-то, понимаешь, демоническое какое-то сознание. Я считаю, все эти жертвоприношения в таком особенно ключе, как человеческая жизнь. Это какое-то немножечко исчадие демона или исчадие беса. Потому что это ненормально, это неадекватно, это не морально, это супер странно. И, конечно, понять и простить – это невозможно. Да. Хорошо, что мы живем, ребята, в 21 веке. Но знать свою историю, конечно, мы обязаны, чтобы этого не повторялось. Мы сейчас оставим угощение нашей белой паночки. Желаем ей спокойного существования дальше. Надеюсь, она нас слышит. Я думаю, что она нас слышит, она рядом с нами. Стоит. Опять мурашки ужас такой. И что для вас эта история откликнулась так же, как откликнулась в наших сердцах. Не забывайте, что каждый контент, который мы делаем – это с чистой душой и с невероятным рвением показать вам и рассказать невероятные порой истории нашей страны. Поэтому мы заслуживаем вашего лайка, подписки. Поделитесь нашим контентом со своими родными и близкими. Кому интересна история, кому… Знаки, да? Да. Все случайности не случайны. Кому интересно будет из вашего окружения, мы будем вам бескрайне благодарны. Подписывайтесь, оставайтесь с нами. Мы стараемся вас всегда радовать интересными историями, интересными местами. Но на сегодня мы с вами прощаемся с этого места. Если вы будете в Беларуси, обязательно посетите Гальшаны. Вы точно не пожалеете. Ну, а мы с вами увидимся. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok